ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Панический оркестр под управлением Александра Евмененко. Ну и, конечно же, главные действующие лица нашего шоу. Сегодня с нами играют наши старые добрые друзья. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Время начинать дарить радость людям при помощи музыки. Человек, имени которого мы не знаем. Но у нас всегда есть два варианта ответа. Это или Владимир Винокур, или Лев Лещенко. Сегодня вроде бы Владимир Винокур. Она написала столько песен для нашей эстрады, что у меня лично складывается впечатление, что все песни для нашей эстрады написала она. Лариса Рубайская. Когда слышишь фамилию этого человека, сразу понимаешь, он хороший. Вячеслав Добрынин. Перед вами табло с категориями. Вы выбираете любую из них, выбираете ноту, в которую будете играть, узнаете цену и потом нажимаете на кнопки, доставляя радость нашим зрителям своей музыкальной традиции. Владимир Натанович, вы участник под номером один. Выбирайте цветомузыка, призывное пение, не призывное, призывное. Из песни «Снег не выкинешь» хиты на карте. Хиты на карте. Хиты на карте. Итак, здесь различные населенные пункты, о которых слагались песни города, острова, реки, моря. Все в этой категории. Нотка, в которую бы вы хотели сыграть? Вот вторая слева. Вторая слева. Значит, нота номер два. Ее цена? 30 рублей за правильный ответ. Сегодня в нашей программе один рубль будет равняться ста киргизским сомам. Киргизстан, с Новым годом! Поздравляем от всей души. Поехали. А, Вячеслав, да. А, это Балагое. Конечно, Балагое! Балагое, Балагое, Балагое. Это где-то между Ленинградом и Москвой. Дайте я скажу. Ребят, я песню эту написал. Естественно. Но это было так давно, лет 30 тому назад. Я вообще свои песни очень плохо помню. Чужие лучше. Отлично. 30 рубликов у нас в кармане. Выбирайте, пожалуйста, любую категорию. Призывное. Призывное, это разные слова. Призывное. Нотка номер один, два, три, четыре какая? Давайте номер четыре. Номер четыре. Слушаем музыку. И в Омске есть, и в Томске есть, любимая моя. Есть, там такие слова. Засчитано, засчитано, Ларис. Выбирайте, пожалуйста. Из песни «Снег не выкинешь» самую дорогую нотку. Самую дорогую ноту, но, наверное, она будет четвертая, скорее всего, самая дорогая. Есть у меня такое ощущение. Четвертая. Это песни о снеге, о всех производных. Снега 25... А это, извините, 2500 киргизских сомов? Богатин. О! Слушаем. Вечернов был первым. Да. Одна снежинка. Еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Совершенно верно. Может, ты на свете лучше всех. Выбирайте. А я... Конечно. Какая сейчас была, Лариса? Снег была. Давайте про снег. Из песни «Снег не выкинешь» нотка. Первая, вторая, третья. Какая самая дорогая? Первая. Первая. Для Ларисы была четвертая. Цена вопроса? 40 рублей, я же обещал. Слушаем. Яблоки на снегу. А Лев Лещенко в это время нажал кнопку. Потому что я... А может, Вовка не знал поэту песню. Лева пел эту песню когда-то. Зачем? Нет, ну я уже знал, я же Вуромов всегда пел. Ну а после него пел Лев Валерьянович. Серьезно? Я не знал об этом. Да не мог Леву петь эту песню. Я тебе честно скажу, композитор будет спорить, у него впечатление, что Лева пел только песню Добрынина. А что? Я просто хотел вернуться к исполнению «Яблоки на снегу». Вы знаете, что Лев Валерьянович особым образом поет букву «С». Он ее как бы слегка присвистывает. А как вот было в его исполнении? «Яблоки на снегу». Вот, я так и знал. Отлично. Угадано. Владимир, выбирайте. Останемся в снеге. Я очень просто. Призывное пение. Отлично. Да. И первая цифра. Первая. Слушаем. Ничего. Я даже сомневаться не пытаюсь и не усомнюсь, потому что они, конечно же, служили в армии, где эта тема им близка. Но вы этот сериал-то вспомнили? Ну, это из сериала «Солдаты». «Здравствуй, юность в сапогах». Ну, вот я хочу признаться. Нет, не смотрим. А это по первому каналу было? Нет. Поэтому мы не знаем. А-а-а. Вячеслав, вы выбираете. Я выбираю? Да. Как самый старший, что ли? Вон в цветомузыку еще не ходили. Ну, давай цветомузыку, не вопрос. А, сейчас я знаю, какую цветомузыку. Ну, допустим. Какая штука? Первая, вторая, третья, четвертая. Ну, первая. Первая нота. В этой категории. Неплохо. 35. Да, Лариса. Я дарю все цветы. Все цветы. Совершенно верно. И сердце верное мое. Лариса, выбирайте. А я снег опять. Вторую нотку. Нотка номер два. В категории из песни «Снег не выкинешь». Слушаем. Музыку знаю, а кто написал, не помню. Лариска вспоминай. Сергей Трофимов исполняет эту песню. Она называется «Московская песня». Там речь идет о снеге. О снеге. Давайте поаплодируем Сергею Трофимову. А если бы. Потому что Сережа сейчас ужасно расстроился. Так, Владимир Натанович. Да. Выбирайте. Давайте цветомузыка второй. Вторая нота в этой категории. Вперед. Отличная скорость. Лариса Рубальская была первой. Ромашки спрятались. Поникли людики. Да. Выбирайте. Третью в цветомузыке. Третья нота в категории цветомузыка. Слушаем. Я нажал белой лили. А я написала. Лили, Лили. А я написала. А я написала. Она осередил Вячеслав Добрынин Ларису Рубальскую. Которая написала текст этой песни. Я нажал первой, но Лариска написала эту песню. Поэтому я первая написала. Ей отдается приоритет. Не, не, не. Поэтому вы получаете деньги, а Лариса Рубальская слава. Она первая. И аплодисменты. Стоп. Еще раз. Что получает Лариса? Славу. Ну возьми меня, возьми. Слава. Слава. А у меня с Добрыниным есть... Заметьте вместе с деньгами. У нас с Добрыниным есть цветомузыка. Забери, забери свои гвоздики. Не такой, не такой уж ты великий. Вот именно. Все. Уважаемые гости нашего сегодняшнего шоу. На этом первый тур заканчивается. Спасибо, до свидания. Нет, что вы. Мы с вами поступим, как с новогодними елками. А. Постойте еще у нас пока. Еще раз хочу поздравить с Новым Годом не только Киргизию, но и всех наших соседей. Будьте счастливы, будьте здоровы. Встречайте аплодисментами наших участников. Участники, занимайте свои места. Лидером по итогам первого тура Вячеслав Добрынин. Поэтому вы выбираете первую категорию второго тура. Филиппомания в 60 очку. Верные друзья с легким паром. Я? Верные друзья. Верные друзья. Песни о дружбе. 50 рублей. Стартовая цена. Вы знаете, что с каждой секундой она начнет возрастать. Поехали. Поехали. Владимир Натанович. Это «Виагра». Да. О-о-о. Да, это «Виагра». А что за песня? Лучшие друзья девушек. Лучшие друзья девушек. Лучшие друзья девушек. Это «Бриллианты». Бриллианты. Защитано. Останемся в этой категории «Верные друзья». Верные друзья. Давай, да. Давайте, следующая нота. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи. Да, здоровые друзья. Ля-ля. Слова знаете не до конца, но поете слаженно. Совершенно верно, да. Владимир. Давайте тогда оставимся в категории «Верные друзья». Давай закончим эти все нотки. Да, пожалуйста. Да. Слушаем дальше. Вячеслав. Да-да-да, далекими водами. Да-да-да-да-да-да-да-да. Где же вы теперь, друзья? Друзья одноболчане. Да, засчитано. Там есть еще одна мелодия. Смотрите, стартовая цена там достаточно высокая. 141 рубль сразу. Будете брать, Вячеслав? Да. Верные друзья. Будем. Или уйдем в другую категорию. Как хотите. Ну, давай закончим. Давайте закончим. Четвертая мелодия в этой категории. Вперед. Лариска, приготовься. Я знаю, но не помню, кто. Ну, кстати, даже коллектив, который исполняет эту песню, как бы намекает на название этой песни. Сейчас, подожди. Чай вдвоем. Чай вдвоем называется коллектив, который исполняет эту песню. Она называется «Просто друг». Вы ее не угадали. Ничего страшного не произошло. Право выбора категории я тут же отдаю Ларисе. Лариса. Филиппомания. 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 Шестидесятку. Мы с Володей посоветуемся Филиппомания. Филиппомания. Слушаем музыку. Ну, поскольку никто не нажал на кнопку, мне даже подсказывать некому «Влюбленный и безумно одинокий». Вы знаете эту песню. Ничего страшного. Слушайте, надо как-то реабилитироваться. Перед Филиппомания. Филиппомания остаемся. Давайте отгадывать с первого слова. Ребят, если мы не отгадаем ни одного Филиппа, он обидится. Давайте отгадаем. Очень обидится. Нет, надо ему помочь. Слушаем музыку. Кто это сделал? Лариса, вы, да. Лариса. Только подари мне один только взгляд. Просто, просто подари. Подари. И тогда я сказочно стану богаче. И волшебный свой поцелуй подари. И тогда я сказочно стану богаче, чем все принцы и все короли. Там Филипп еще желает спеть. Ларис. Как? Филипп. Филиппа. Ну, давайте я уже спрашиваю. Давай. Ну, я советую. Филиппомания. Мы в этой категории продолжаем играть. Слушаем. Готовь. Лариса. Единственная моя. Совершенно верно. А кто Сенькин? Что самое приятное? Да. Есть еще одна песня в этой категории. Будете брать? Давайте будем. Филиппомания. Добиваем ее до конца. Слушаем музыку. Владимир Натанович. Ля-ля-люшки, ля-ляшки. Да. Ля-ля-лю-ля-ля-ля-ля. Это Аля Борисовна посвященная песне. Я это самое. Да, да, да. Я, есть такое слово. Снег, 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 снег. Что, снег, снег? Нет, нет. А там вот. Я летаю. Я стану этим или стану что-то еще там. Стану лебедем, но лучше журавлю. Я не похож на лебедя. Нет, нет, я... Журавляя тоже не похожа. Я действия показывал. Действия. Я стану летать. Вот. И улечу наверх. Полетели сквозь... Полетели сквозь... Полетели. Полетели. Есть там такие слова. Полетели сквозь. Полетели. У-у-у. Ну, поехали дальше, да? Вячеслав предлагает поехать дальше. Тогда нам нужно отправиться в шестидесятку или с легким паром? Мы... Давайте хором. Три-четыре. Три-четыре. Мы выбираем шестидесятку. Музыка шестидесятых годов. Все на поверхности. Слушаем ее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Веселый. Вячеслав. Замечательный сосед. Да. В нашем доме поселился замечательный сосед. На этом время второго тура подошло к концу. Лариса Рубальская, вы в игре? Вопрос. А сколько рубликов у Владимира Винокура? А сколько рубликов? Вячеслав Добреин, Вячеслав, к сожалению. Я отстаю. Отстаю, да? Сейчас, по-моему, Владимир Натанович хочет вам какие-то утешительные слова сказать, потому что он-то остается. Нет, я даже не сомневаюсь, что это шутка. Я не могу остаться, я столько не нажимал. Но, в принципе, Славик, даже если я уйду, не грусти. Ну, увидимся. Но жестокая правда, на самом деле, говорит о другом. 483 рубля у вас, Владимир Натанович, 402 у Вячеслава Добреинова. Вячеслав, спасибо огромное. Лариса, Владимир, до встречи в третьем туре. Прошу вас зайдите на граммофон. Лариса Рубальская. Владимир Винокур возвращается в нашу студию для того, чтобы доставить вам истинную радость. Наблюдать за игрой старых друзей нашей программы. Добро пожаловать в третий тур нашей программы. Ларис, сколько новогодних песен вы написали? Ну, они у меня все радостные, поэтому все можно петь под Новый год. Вот, Валдис, я хочу попросить, немножко мне помогайте сейчас. Я однажды в прошлой какой-то игре не выиграла такую, последнюю. И потом меня милиционер остановил, оштрафовал. Говорю, за что я ничего не нарушала? Нарушили, я в вас верила, а вы проиграли. Пожалуйста. Секунг, а если мне Владимир Натанович сейчас расскажет такую же душесчипательную историю? Ну, я расскажу историю. В Новый год с Львом Валерьяновичем мы опаздывали на очередной концерт. И было холодно на улице перебежками. Сели в его машину. Лева сидел за рулем. Он надел шапку такую вязаную. И нас останавливает у Кремля милиционер. И говорит, что гоняешь ему? Он говорит, да вы понимаете, концерт там все. Он говорит, какой концерт? Он узнает его. И вдруг я так, открывая окошко, говорю, привет. О, какие люди, Винокур. Слушай, скажи своему водителю, чтоб не гнал. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Лариса. Лариса, вы начинаете торги после моей подсказки. Первая подсказка. Песня про то, как природное явление водит хоровод. Начинает торговаться с Владимиром Винокуром. Ну, давай я с шести. Тогда я с трех. Три ноты, слушаем. Улыбка медленно исчезает с его лица. У вас какая версия была? Что в юго водят хоровод. То есть мы говорим, песня про хоровод. То есть просто вот в лоб подсказываем, да? Песня про то, как в юго водят хоровод. Говорит, в юго водят хоровод. Хоровод. Раз, два. А вы знаете, Лариса, да? Снег кружится. Снег кружится, летает, летает. Да, один наш. Павел, ты же сам сказал, чтобы я помогал Ларису. Мой друг Сергей Березин написал эту песню. Сергей Березин. Я так все радуюсь. Подсказка номер два. Лариса, вы опять будете начинать торги. Песня о женском привете любимому в период цветения садовых. Подчеркиваю, садовых культур. Прошу. Ну, я с шести нот. А я с пяти. Лариса. Я с двух. Ну, я бы сказал, с трех. С трех. Да, торги остановлены. Три ноты. Нажимать не надо. Отвечайте, Лариса. Туману сладким веяла. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Когда цвели сады. Расцветали яблони и груши. Владимир Натанович прав. Абсолютно. Да. Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег, Катюша. Выходила на берег. Счет один-один. Подсказка номер три. Песня, помогающая выучить нотную грамоту. Владимир, прошу. Шесть. Кому шесть? Мне шесть не надо. Я угадаю с шести. Я с пяти. Молодец. Там однокоренные слова встречаются. Вот там про. Это ноты, что ли? Дорами и фасоли и груши. Нотную грамоту. Однокоренные я не сломаю. Это Дорами и фасоли и груши. Почти. Раз. Вот вы сказали Дорами и фасоли и груши. А я сказал почти. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Цветали яблони и груши. А, это было уже. Надо сказать, что у вас очень хорошая тактика, потому что эта песня может быть повторена. Она очень хорошая. Ля-ля-фа. Ля-ля-фа. Эти ноты. Ля-ля-фа. Ля-ля-фа. Одинокий Анжелика Варум. Варум. Счет 2-1 в пользу Винокура. Подсказка номер четыре. Лариса, только не расстраивайтесь, пожалуйста. Уже я расстроилась. Да все замечательно. Уже я расстроилась. Сейчас мы Винокура наобил лопатки вместе с Лещенкой. Их просто двое, поэтому... Их всегда двое, понимаете? Даже если одного нет в студии, поэтому с ними сложно. На самом деле с ними легко и хорошо. Молодец, Лариса. Бороться тяжело. Исполнитель этой песни рискует испортить себе зрение благодаря яркому освещению. Владимир, прошу. Семь. Я с семи. Ну с шести тогда. Я с пяти. С четырех. С четырех. С трех. Три ноты. Самая высокая цена назначена. Солнечный лучик. Лучик золотой. Лучик золотой. Да. Зачем ты, лучик, появился со мной? Нет. Может быть, ты один меня согрел? Да зачем вам-то думать? Нет. Я на солнышке... Лежу. Я на солнышко... Гляжу. Там же решила риски испортить зрение. Счет два-два. Он смотрит на солнышко. Я на солнышко. Ну что? Давай с семи будем. С семи будем. Подсказка номер пять. Она решающая. Песня о том, как у водителя гужевого транспорта зуб на зуб не попадает. Лариса, прошу, начинайте. Я с семи. Я с шести. Угадывай. Степь да степь да кругом. Бориса, нет, 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 нет. Отвечает Владимир Мвинокур. Что это за песня? Владимир, что это за песня? Это песня Ямщика. Так. Да. Ямщик не годил. Русская народная песня. Степь да степь кругом. Не могу я его сбить с правильного ответа. Да, засчитано. Ларис. Радуйте нас почаще не только своим творчеством, но и просто своим присутствием в нашей жизни. Владимир Натанович, увидимся в супер игре. Владимир Мвинокур. Мне кажется, он удивит нас сегодня яркой игрой в финале. Разгадав все мелодии не за 30 секунд, а где-то за 15-14. Лещенко с вами сейчас незримо? Мысленно, да. Готовы? Готов. Итак. 30 секунд. 7 мелодий. Поехали. Это... Тихо, 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 Вячеслав Добрынин, молчите, вы в зале, я знаю. Это песня. Да он и так знает. Тихо, тихо, тихо. Это песня Вячеслава Добрынина, эти самые бабушки-старушки. Бабушки-старушки, засчитано. Много времени летит. Ну, эта песня очень известная, но я ее не знаю. Ну, вот такие вот. Вот такие вот. В профиль. Смотрите. Носики-курносики. Носики-курносики сопят. Совершенно верно. Да. Мелодия номер 3. Да. Ну, тут сразу можно было нажимать. Все знают. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Нет, я ее знаю хорошо. Писню. Пропускаем. Да-да-да, забытая, да-да-да, 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 дорогая моя, ты женщина, моя женщина. Засчитано, есть там такие слова. Очарована, околдована. Мелодия номер четыре. Но? Команда молодости. Естественно, команда, без которой мне не жить. В зале тишина. На ряды твоих глазах. Твоих есть. На ряды твоих руках. Все в твоих руках, да. Все в твоих руках. Жмите. С чего начинается? Начинается Родина. Кнопку. Кнопку, кнопку, кнопку. Значит, смотрите. Есть некие общественные, да? А это личное, это очень личное. Новый год это какой? Общественный? Общественный, да. Что общественный? Что общественный? Новый год? Новый год это что? Праздник. Вот. А это личное. Праздник сердца. Праздник души. Это день рождения, так называется. День рождения, день рождения. К сожалению, вы ее не угадали. Ничего страшного. Пусть, Владимир Натанович, вот эта неудача в финале будет самой большой неудачей вашей 2013 года. А все остальное пусть будет великолепно. Дорогие друзья, уважаемые гости лучшей программы в мире. Угадай мелодию. С Новым годом! С Новым... Нет. Спасибо огромное. Как Валдис просит, он просит так. С новым счастьем! Спасибо огромное. Владимир Натанович, прошу вас на наш граммофон. И надо сказать, что прощаясь с Владимиром Винокуром, я четко знаю, мы еще очень большое количество раз встретимся на одной площадке для того, чтобы прийти в гости к вам, уважаемые телезрители. А у нас будет хороший, яркий повод вам в гости прийти. Счастливо! Еще раз с Новым годом! А я ждал, а я знал и предчувствовал! Здорово, Фома! Здорово, Кострома! Да! 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 Да!